Аллилуйя! Слава Тебе, Господь! Слава Тебе, наш Царь! Мы призываем Твое имя Юд-Хей-Ва-Хей-Шуа на этом месте. Над этим городом провозглашаем Твою славу, Твой покров, Твое сильное имя, святое имя, Господь, Мое спасение. Мы призываем Твой шалом на этот город, на каждого человека, живущего в этом городе. Мы призываем защиту Твою и Твой шалом и благословляем эту землю, на которой Ты поместил нас обитать. Благословляем этот город, в котором Ты поместил нас жить и призываем Твое процветание в этот город, исцеление его духовных ран и восстановление физических повреждений. Провозглашаем Твою жизнь на дороге этого города, на дома этого города, на улице Симферополя. Призываем реки живой воды, касающиеся каждого человека, который живет здесь. Особенно те, кто приезжают сюда из других регионов, чтобы они переживали эту благодать жизни Твоей на этом месте. Прикасаясь к Твоей славе, менялись и преображались. Мы благословляем Твое святое имя на этом месте. Ты наш мир, Ты наш шалом и Ты наш покров. Тебе вся слава вовеки святой, всемогущий, вечный, сильный, славный, безначальный. Аваочи Адунай, мы поклоняемся Тебе. Мы поклоняемся Тебе, сидящий на престоле. Царь царствующий, Господь господствующий, Альфа и Омега, начало и конец, первые и последние. Живой, был мертв и все жив во веки, имеющий ключи ада и смерти. Слава Тебе, Ты тот, кто есть и был и грядет снова. И Дух и Невеста говорят, приди, 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 Господь, приди, желаемый, жаждем Тебя, жаждем Тебя, Ишуа. Слава Тебе вовеки. Ху, Аллилуйя. Аминь. Аминь. Я не так часто где-то в других бываю местах, кроме школы Христа. Но интересно, что в этом году, вы знаете, исполняются, сейчас просто такие перемены идут в жизни. И пришлось подсчитать там моменты какие-то. Так вот, в этом году исполняется 26 лет, как я в служении нахожусь. Это был, я помню, конец 98-го года, когда меня сказали, все, теперь ты пастор, до свидания. А я сказал, я не сильно этого хочу, но ничего не поделаешь. Знаете как, делай, что хочешь. И вот так вот я временно исполняющий обязанности. Хотя я не пастор, у меня нет этого дара, нет этого, ну, как это же от Бога дается быть пастором. Но пресвитером может быть любой служитель. И вот это все время прошло в одной и той же церкви, в школе Христа, то есть в Симферополе. Самое дольшее, когда меня не было здесь, это было два месяца, я был в Африке Южной в 2001 году. Все, остальное все время здесь, без вылазно, без отпусков, без отгулов каких-то отъездов. И вот все это начинает меняться. И мы соберем, ну, как уже, уже билеты куплены, мы следующий месяц, вернее, ну, июль, начало июля уезжаем в Москву. По водительству будем там жить какое-то время, ну, может быть, пару лет. Ну, это, опять же, такие приблизительные, ну, то есть это не месяц и не два, это долго. С детьми, то есть с собакой, возможно, даже. И я понимаю, что там нет церкви, школа Христа, и вряд ли там будет открываться. У меня нету такого открывать какую-то там церковь. И, скорее всего, меняется то, что я буду бывать в других церквях намного больше. То есть до этого была только школа Христа и изредка. Особенно, когда перестали летать самолеты, очень изредка я стал бывать где-то в другом месте. Но сейчас я понимаю, что Бог открывает возможность, потому что все-таки с Москвы намного проще передвигаться по всему миру, не только по России. И вот это, я так понимаю, начало. То есть я в другой церкви. Вы первые. Да, вы первые, вы не вторые. А как называется эта церковь? Река жизни. Ну, я просто знаю людей. Название это, в принципе, тоже важно. И что для этой церкви, всегда, когда куда-то я иду в новое место. Господь, что ты хочешь сказать церкви? Вот такой вопрос. Что Бог? Потому что есть там определенное послание. Но сейчас, во время хвалы, я услышал такие вещи. Я увидел, как очень крутые резкие повороты и как машина входит в эти повороты на большой скорости. Ну, если вы водитель, вы знаете, это самый такой опасный момент. Если ты чуть-чуть не рассчитаешь скорость, то ты улетишь в обочину. Так со мной произошло на мотоцикле недавно. Я улетел в обочину, первая авария. Ну, относительно целый остался. Просто вот не хватило войти в поворот. И я увидел, что вы как церковь, у вас есть благодать. А что нужно для того, чтобы входить в такие повороты? Нужна машина соответствующая. То есть, если это какая-нибудь газель, она перевернется просто. Центробежная сила ее выкинет. Но я увидел, что на вашем собрании есть благодать Божья на большой скорости менять направление. То есть, входить в повороты, двигаться быстро, но при этом резко менять направление. И вы это будете чувствовать. То есть, когда... Это мобильность называется. Мобильность. То есть, когда Господь ведет, и вот как он, как штурман. Видели, как ралли происходит? Сидит штурман, говорит, там лево три, там право десять, прыжок. И человек просто, водитель, он не проверяет точно там. То есть, он очень быстро слушается. И резко, ну, как бы он доверяет штурману. То есть, если штурман скажет неправдивую информацию, они разобьются. Разобьются. И вот это, потому что очень большая скорость, и нет времени убедиться, так ли это. И я увидел, что вот это то, чему вас Господь учит и будет учить, это резко менять направление, когда он говорит. То есть, как собрание, вы куда-то двигаетесь, что-то имеете, какие-то цели, чем-то занимаетесь. Но потом в один момент может приходить такое, все, стоп, с этим конец. Дальше, в другую сторону. И если без благодати этой, в обочину сразу. То есть, если бы не было благодати, если в церкви резко начать менять движение, а она к этому не приспособлена, она разобьется, такая церковь, рассыпется. Но на вас вот я почувствовал вот эту вот благодать Божью на большой скорости входить в повороты. Вот такое. Не знаю, как вы это будете потом интерпретировать, но в нужный момент эта информация тоже поможет принять какие-то решения, может быть, не самые простые. Значит, вот я обещал книжечку, сестра просела, я принес. И еще есть четыре, кому они нужны, да, вы можете взять. А, да, ну, это я написал такую книжечку, называется она «Пророчества и действия». Здравствуйте, с самого наоборот. Самый быстрый, самый быстрый. Меня направление выгодит. Я не помню какой это год, ну, давно уже. Это о пророческих действиях, то есть, как вот та практика, что Бог давал нам делать здесь, по Крыму. Такой интересный свет, у меня местописания горят. Да, есть такое? Ух ты. Вот все, что маргером подчеркнуто, видите ли? Все светится. Итак, что, ну, я получил определенное послание, не в моем стиле, так скажу сразу, не совсем моя тема, но Господь сказал, вот это высвободит здесь, значит, будем это делать. Подчас есть такое, ну, такой стереотип, если духовная война, это только демоны, бесы, там, вот человек все время кого-то связывает. И у нас такое даже, ну, может, я не знаю, кто там застал, Андрей, может, кто-то вот из старой гвардии, когда мы еще там ходили на городские, пастырские, такая была, о, школа Христа бесогоны. Это все время каких-то бесов, по горам там лазят кого-то. Но это не так, конечно, духовная война с этим связана, но она может происходить и вообще без упоминания дьявола и сатаны. То есть вообще не обязательно кричать или говорить, вот сейчас такой-то дух. И вот это, наверное, вот об этом тоже. Как иногда идет духовная война, вот нестандартным образом. В третьем послании Иоанна, вот тоже не самое стандартное местоисписание, там написано в третьем послании Иоанна, единственная глава, 11 стих, написано, «Возлюбленный, не подражай злу, но добру, кто делает добро, тот от Бога, а делающий зло не видел Бога». Кто делает добро, тот от Бога. И где-то сказано в Библии, что если вы, будучи злые, ну то есть мы злые все-таки, хоть мы и добрые пытаемся быть, но все-таки зла еще хватает в людях. И очень хорошо зло, ну вот это тестируется тогда, когда на дорогах где-то подрезают или соседи не дают спать. И я часто себя ловлю на мысли, что мне что-то злое хочется сделать. Вот если у нас такие были испытания, мы жили, снимаем квартиру, мы снимали одну квартиру на третьем этаже, а соседний подъезд, четвертый этаж, то есть если выглядываешь вот так вот, то есть вот наискосок четвертый этаж жил сумасшедший человек. Он бывший партработник, коммунист, такой уже в возрасте, и у него, он начинал пить, у него появлялась белая горячка, или, ну не знаю, он выглядывал в окно, и он целый день орал, как будто он на трибуне где-то там выступает. Он орал и матами, и такие вещи там высвобождал. То есть люди ходят, это все слушают. И я уже и в полицию, они говорят, мы ничего не можем сделать. Ну что мы сделаем? Он закрылся, не открывает мыши. И у меня были очень злые намерения, потому что это ночью могло происходить, днем дети слушают эти матюки, которые он, ну он орал очень сильно. И, конечно, я понял, господи, ну какой-то дай мудрости, ну мне хочется, у меня пистолет есть, я хотел стрельнуть просто, с пистолета выйти. Ну, я понимаю, нельзя, ну в глаз попадешь человеку там. Ну, желание-то было, значит, где-то оно есть место. Ну, пневматический пистолет, не такое, конечно, не убивать. И потом, я знаете, какой я нашел метод борьбы с ним? Он и гуманный, добрый, и эффективный. И я, знаете, купил шланг длинный, вот этот, с поливалкой. И когда он начинал кричать, я просто поливал его, ну, освежал лицо ему. И, знаете, подействовало, и он перестал это делать. То есть он перестал вылазить. И мы уже, когда съезжали, уже около года, не слышно было, человек где-то там, ну, в своей квартире, может быть, это делал, но в окно больше он не стал. И как бы и ущерба не нанесли, и все довольны. Но желание зла все-таки проявляется. Поэтому для нас все-таки, как для людей, вот заметьте, дети маленькие. Маленькие дети. По-моему, Рик Реннер, он сказал, маленькие дети – это маленькие грешники. Потому что никто не учит ребенка делать зло. Он это делает сам по себе. То есть он умеет делать зло. Детей мы учим делать добро. Мы ему так нельзя, вот так можно. Я, допустим, вот в таком возрасте, ну, чуть, я уже ходил, и мама мне рассказывает, однажды ты пришел с улицы, у нас двор был, такой общий двор, и держал в руке хвост кота. Настоящий кошачий хвост. Без кота? Без кота. Просто я пришел, я не мог еще разговаривать неумело, но я пришел с хвостом, я где-то оторвал хвост, но там, видимо, хвост уже был такой не совсем свежий у кота, потому что там без крови все. Видимо, где-то придавило когда-то, и он просто у него был. Я его убрал. Или, допустим, там, устроить пожар, нарисовать на стенах. Мы же не учим этому детей. Они зло, это само по себе происходит. Поэтому для нас естественнее все-таки делать зло, но мы же, как христиане, понимаем, что кто делает добро, тот от Бога, и мы пытаемся делать добро, то есть поступать правильно. Когда ты хочешь выругаться, благословляешь, хочешь, знаешь, что можешь, но там не делаешь, не бьешь никого там, к примеру, да, хотя мог бы. То есть делаем добро. Делать добро где-то иногда даже приходится через, ну, через не хочу. У вас бывало такое? Ты делаешь человеку добро, а не хочешь, но понимаешь, надо вот сделать, надо поступить так. Так вот, в чем суть этого послания? Смотрите, любое добро, сделанное тобой, всегда окупится. Всегда. Обязательно. Даже если в моменте, в ответ на твое добро, ты получаешь неблагодарность. То есть бывает такое, делаешь кому-то добро, а человек-то тебе не отвечает тем же. Или наоборот, еще даже хуже поступает. Особенно, когда, ну, у меня вот, я сейчас вспоминал, 26 лет, сколько людей было. И ты, есть люди, ты вкладываешься, помогаешь, делаешь все, чтобы человек состоялся, человек в жизни, а он просто как бы даже ушел и спасибо не сказал. Ну, такое думаешь, зачем я это делал? Может, не надо? Или наоборот, так много делать человеку доброго, а в ответ потом получаешь зло. Поэтому поговорку же придумали, да? Да, не делай добра, не получишь зла. К сожалению, это работает. Но, тем не менее, Господь показал, что любое, абсолютно любое добро, которое мы делаем, оно всегда окупится. Мы, конечно, это же не делаем в расчете, что оно окупится. Я имею в виду, что мы пожнем. Вот Галатом, кстати, давайте тоже зачитаю сразу, Галатом 6 главе написано. Стих 9. «Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». То есть, жатва будет, будет, когда мы делаем добро. Теперь, то есть, плоды рано или поздно проявятся. Не сразу, может, через год, а может, через 10 лет. А может быть, сегодня я пожинаю плоды добра, сделанного 15-20 лет назад кому-то. Но как это работает? Какие плоды у этого? Я думаю, у любого из вас есть, были ситуации, когда вы делали добро человеку, которому не хотелось очень сильно его делать. Но Господь побуждал это сделать. Вот что-то ему, помочь в чем-то. А внутри протест. Да я не хочу, да это такая тварь. Вот столько зла мне причинил. Нет. У меня, я может, я когда-то рассказывал это, был человек один в моей жизни, о котором я Господу говорил, Господь, я люблю всех, кроме Него. Ну вот, всех, кроме Него. Вот этого я не могу любить. Вот ты видишь мое сердце, я честно говорю, прости меня, но Его я не люблю. И я Его видеть не хочу. Пожалуйста, чтобы Его больше не было. И, конечно же, Он наоборот все, больше и больше был. И в конце концов, этот человек стал тем, с кем мы очень сильно подружились, и через которого Господь очень сильно заложил курс моей жизни. Вот так вот это произошло. Но пришлось переступить через свое. Бог говорит, сделай ему доброе, а это человек, которого ты вообще видеть не можешь. И вот, когда такое происходит, какие у этого плоды, вообще плоды добра. Едешь на машине, кто-то тебя там матами, а ты в ответ благословляешь. Тяжело же это сделать. Ну, не всегда это. Хочется же биту достать, висбольную. Сказать, что я добрый, но не воспринимайте, что я слабый. А в этот момент Господь говорит, мы помним, вот последний момент такой был, как это работает сильно. Я считаю, это мое личное мнение, можете не соглашаться, что самые неприятные водители водят Тойоту Камри. Я даже BMW и Mercedes не рядом. Вот Тойота Камри, я когда вижу ее на горизонте, я понимаю проблемы. Едут проблемы, будь внимателен. Потому что, мне кажется, Тойота Камри, у вас нет ни у кого? Нет. Ее покупают те, кто не смог позволить себе Mercedes или BMW, а амбиций много. И вот как бы на тот премиум не дотянули, а Камри, ну она же хорошая, я же не говорю, это машина хорошая, водители там очень часто попадаются. И вот опять же, Тойота Камри, и человек абсолютно как-то неправильно себя ведет на дороге, я ему посигналил, ну как бы зачем авария сейчас будет, ну и еду дальше. Ну и этот момент прошел спокойно. Затем он где-то стоит, уже опять где-то мы в потоках поравнялись, и ему кто-то другой сигналит, а я просто проехал мимо. Но у нас машина такая запоминающаяся, поэтому он, конечно, помнил, запомнил, видимо. И ему показалось, что это я посигналил ему еще раз, проезжая мимо, и началась погоня. Знаете, вот эта погоня по городу. И вот светофор, а я с женой, светофор, я останавливаюсь, он подъезжает, открывается окно, там сидят два, ну типичные водители Toyota Camry, с бородами такие, не крымчане, в общем. И я открываю, думаю, что делать, я ему говорю, шаббат шалом, и все. А человек, ну, ожидал, и он, он такой, а что, ну и все, и мы просто спокойно поговорили, я объяснил, где он был неправ, а потом, ну, он понял, что не я, и все, вообще даже не было ни мата, ничего. То есть, но сделать это было тяжело, потому что, ну, действительно хотелось, ты что это, да, где мой баллончик. Поэтому, какие плоды у этого? Когда мы делаем добро, даже тогда, когда не хочется, в ущерб себе бывает такое, бывает, что Господь говорит, кому-то что-то пожертвовать, посеять, а тебе это самому надо в этот момент, ну, ты делаешь, и как бы, ну, не очень, как бы, душе приятно от этого. Какие у этого плоды? Смотрите, делая добро, неважно кому, мы меняемся в лучшую сторону всегда. То есть, когда я кому-то делаю добро, я меняюсь. Даже если там оно не было воспринято, или вообще плюнули в ответ на это. Меняюсь внутри. Вот эта сила, кто делает добро, тот от Бога. Поступая, вот в таком смысле, я меняюсь внутри. внутри. А внутренние изменения непосредственно влияют на всю последующую жизнь. То, что у меня внутри, оно определяет, что вокруг меня. И все. Сознание определяет бытие, а не наоборот. все внутренние перемены начинают влиять на все, что меня окружает. И мир вокруг человека начинает подстраиваться под него. И начинаешь меньше встречать людей на Тойотах Камри. Представляете? Или наоборот, адекватные попадаются все чаще на этом автомобиле. Какие-то соседи перестают орать ночами. Или ты перестаешь на это реагировать и спишь крепко и не просыпаешься. Ведь иногда бывает, что никто не орет, а ты уснуть не можешь в тишине полной и мучаешься. То есть все вокруг нас подстраивается под наше внутреннее состояние. Это квантовая физика, духовная, химия, как угодно можно назвать. Но это работает. Поэтому эти внутренние перемены влияют на всю последующую жизнь. На все, что будет нас окружать. И на все, что будет вокруг нас происходить. Я знаю одного человека, который делает очень много добра людям. Иногда бывает такое, что это близкий мне человек, что его дочка приходит и говорит, папа, слушай, не могу найти ботинки, где мои. А папа говорит, да я их благословил, заходили люди, а им так нужно было. Ну вот настолько, понимаете, добрый, вот настолько добрый человек. и когда у него было такое, что христианская мафия приехала из Киева, это мафия, если вы не знаете, есть мафия, которая, ну они приехали и забрали все, что хотели. Аппаратуру, там, прямо вот с зала. А он говорит, берите, мне ничего не надо, забирайте все, что хотите, все, что вы считаете нужным. Я вижу сегодня в жизни этого человека, что его добро, оно, то есть те, кто поступает зло, они в итоге оказываются нигде, во тьме. А этот, который как бы терял, об него может ноги вытирали, неблагодарности столько, он сегодня блаженствует. Что такое блаженство? Это счастливый человек. Человек живет счастливой жизнью, внутри и снаружи. Это нельзя купить. Он встает утром, идет к Средиземному морю, ну, это реально. Он живет у Средиземного моря сейчас. Там такие закаты, я там был, такие закаты. Молится, гуляет, ему, он приехал в другую страну, ему дали огромную пенсию, которую местные жители не получают почему-то, как это произошло. Ему этой пенсии хватает на то, чтобы счастлива жизнь. Славит Бога, ведет эфиры в интернете, радуются жизни. Это плоды, это плоды. И вот, чтобы эти плоды были, нужно творить добро. Но наибольшую силу, конечно, написано делать добро наипаче своим поверье. Вот есть Рома свой, да? Я тебе делал добро какое-нибудь вообще? Нормально или маловато? Не считал? Ну и Рома мне тоже добро. Мы делаем, да? Но наибольшую силу, но здесь легко, то есть я, когда человека любишь, тебе, конечно, там попроще. Но наибольшую силу имеет то добро, которое ты делаешь тем, кто тебе не может отплатить тем же. и тем, кто отвечает тебе злом на добро. Вот где самое сильное семя. То есть когда я сделал добро, а мне ответили злом, и я сохранил свое сердце от зла. Это не просто семя, это огромный вклад в будущее. И это вклад на внутренние перемены мои. Каждый раз, когда со мной поступает несправедливо, это шанс измениться мне в лучшую или в худшую сторону. И это и есть путь любви. Вот. Делать добро, даже если не благодарность, даже тем, кто ничего не может тебе дать в ответ, я сею, я сею, я сею, я вкладываю, я меняюсь, и начинает вокруг меня все меняться. Это не я меняю все вокруг, оно само начинает подстраиваться под то, что внутри меня. Как еще любовь проявится? Вот только так. Смотрите, как Божья любовь проявляется к нам. Он говорит, повелевает солнцу всходить и над праведными, и над неправедными. Независимо от того, сколько раз мы падаем, Он продолжает с нами иметь дело. я заметил, что иногда, когда я чувствую себя менее всего достойным, я получаю наибольшее благословение от Бога. Вот так это работает. То есть, тогда, когда я, казалось бы, не жду ничего, думаю, ну я же как бы не то, что я не в посте, там не в молитве, я еще что-то там повелся неправильно, сделал что-то не так, сказал не то, и Бог говорит, вот когда нужно сеять. И это меняет нас. И, конечно же, мы будем постоянно встречать неблагодарных людей, это надо запомнить. Доверять, ну то есть, как бы, конечно, должно быть какое-то рассмотрение, я уже сейчас буду заканчивать, но когда-то вас предавали? Да, предавали. Это очень неприятный вкус у этого, вот, у предательства, когда ты сильно доверяешь, скажем так, спину оголяешь, а человек туда бам, что-нибудь плюнул или вставил там нож. И ты такой, все, больше никогда никому не доверюсь, особенно вот этому. Так вот, у доверия есть цена, и когда вы кому-то доверяете, всегда нужно быть готовым к предательству. Люди предают, вот и все, самые лучшие люди предают. Мне один мой знакомый, он тоже, кстати, сейчас у Средиземного моря живет, почему-то так случилось, но это другой. И он рассказывал, что, говорит, у меня был друг, и мы дружили очень много лет, выросли, вместе начали бизнес, была компания, и, ну, просто, понимаете, всю жизнь вместе, все. И пришел момент, когда, они неверующие были, когда на кону стоял вагон красной икры, и я мог его забрать, надо было кинуть друга, и я весь вагон забираю, это мой вагон, на Дальнем Востоке. И он говорит, я его предал, забрал, и все, ну, как бы его выкидало из своей жизни. Поэтому не думайте, что вас никогда не предадут, в церкви могут предать, могут, самые близкие, но это цена доверия. Или я закрываюсь и никому не доверяю, или открываюсь, ну, и будь готов к удару, вот и все. И вот потом, когда этого человека, который вас предал, вы встречаете на пути, это будет в любом случае, и у вас будет возможность сделать что-то для него доброе. Если вы сделаете, вот это путь любви Божьей, потому что точно так Бог к нам поступает. Тогда, когда я неверен, он верен, кому много прощено, тот много любит. Вот так это работает. Вы думаете, почему мы часто к Богу бегаем за прощением, чтобы любить научиться? Если бы мы все были, как вот говорят, что мы все святы, мы все идеальные, ну тогда нам искупитель уже и не нужен, раз и хватит. Но я лично уяснил одно, что я здесь, вот я стою здесь, зачем-то позвали почему-то, да, позвали же, приезжай, послужить, попроповедовать. Я здесь стою по благодати, потому что без благодати, ну, жалкое создание, существо я. Я бы вот это вот сбитыми бы, да, это мое. Ну, я бы не здесь стоял бы, да, уже, может быть, сидел бы, а не стоял бы. Но Бог меняет меня, и я понимаю, это не моя заслуга, это вся слава Ему. Помолимся. Аллилуйя. Господь, Господь, никто не благ, как только Ты один, и Ты добрый. Мы, взирая на Тебя, преображаемся в Твой образ, и мы молимся, чтобы через нас Ты мог творить свое добро, касаться людей, показывать эту незаслуженную милость, являть незаслуженную любовь, агапы, которая не ищет своего и не требует ответа, которая просто любит и жертвует собой. Мы молимся, чтобы нам войти в это измерение апостольства, когда мы сможем, как апостол Павел, так же сказать, я буду охотно издерживать свое, истощать себя за души ваши. Я ищу не вашего, но вас. Мы молимся, Господь, чтобы те раны, которые были получены нами через какие-то предательства, через то, что мы делали добро людям, а люди в ответ отплатили злом, чтобы эти раны не смогли остановить нас и остановить тебя в нас, для того, чтобы творить добро, ибо кто делает добро, тот от Бога. Как бы это ни было тяжело, не модно, не популярно, в этом нет расчета, в этом нет корысти, и нету какой-то корыстной выгоды. Но мы знаем, что все, что ты повелеваешь нам делать, будет иметь плод. меняй нас, Господь. Спасибо за всех людей, которых ты посылаешь в нашу жизнь, даже тех, которые причиняли нам боль. Мы благодарим тебя за тех людей, которые заставили нас измениться внутренне, чтобы еще ближе приблизиться к тебе. Ты сказал, благословляйте проклинающих, любите врагов ваших. И это не что иное, как крест. Мы верой принимаем наш крест, чтобы следовать за тобой, чтобы идти твоим путем, путем агапы, путем любви твоей. Захвати нас без остатка, Господь, чтобы нам перестать трястись за свою жизнь и искать свои выгоды. Научи нас любить, Господь, как любишь ты, мы немощны, ты силен, ты силен, Господь, ты наша сила, ты наша сила, Господь. Там, где я не могу, ты можешь делать, что ты хочешь. святой. Твое царство внутри нас есть, да растет оно и умножается, расширяется и захватывает нас целиком, чтобы твоя слава пребывала на нас и касалась всех людей, с которыми мы пересекаемся в этой жизни. слава тебе, слава тебе, слава тебе. расширяюсь я, тебе. расширяюсь я, с которыми ты ААБЕЛОНОВА Эй, радуюсь со мной! Шалом, шалом, шалом! Шалом, шалом, шалом! Эй, радуюсь со мной! Эй, радуюсь со мной! Атмосфера искрения для меня, Атмосфера изменения для меня, Субтитры создавал DimaTorzok Тебя! Атмосфера прожделия для меня, Благодать и мир, Благодать и мир! Здесь атмосфера исцеления, Атмосфера навыждения, Бег благодать, Благодать и мир! Шалом, шалом! Шалом, шалом, шалом! Шалом, шалом, шалом! Эмману Юсомой! Эмману Юсомой! Шалом, шалом, шалом! Шалом, шалом, шалом! Эмману Юсомой! Аллилуйя! Эмману Юсомой! Расширяюсь я в тебе, ведь ты во мне, а я в тебе. Расширяюсь я, расширяюсь я в тебе, ты во мне, а я в тебе. Расширяюсь я, расширяюсь я в тебе. Расширяюсь я, расширяюсь я в тебе, а я в тебе.